Плачет не горючими, но кровавыми слезами. Для нас феномен, для медиков редкий, малоизученный диагноз. Его после консилиума врачей поставили Мадине Мусеевой. Природа этой болезни не ясна. Лечение она будет проходить в Москве в Морозовской детской городской больнице. Репортаж Тамары Хашкульговой. Она мне говорит, у нас периодически поднимается давление до 190. Естественно, я забила тревогу, я ей дала кучу направлений, направила ко всем специалистам. Про кровоточащие статуи и картины христианских святых слышали все. А вот про то, что кровавый плач может появиться и у вполне здорового человека, поверит не каждый. Необычные симптомы у Мадины Мусеевой появились около четырех лет назад, когда начало беспокоить высокое давление. Вскоре оно нормализовалось. Только вместо этого начались кровавые выделения из глаз. Родные списали все на обычные царапинки. Когда Мадина перешла в девятый класс с сентября этого года, капельки крови переросли уже в ерунду. Ежедневный, неконтролируемый кровавый плач. Проявляются симптомы не только внешним дискомфортом. Так что самообладанию подростка можно только позавидовать. Когда у меня течет кровь из глаз, я на время теряю зрение. Мама отвела Мадину в местную больницу. Целая цепочка врачей. Гематологи, кардиологи, окулисты и даже эндокринологи осмотрели девочку и взяли у нее многочисленные анализы. По всем основным показателям она здорова. Однако предварительный диагноз все же поставили. Гемалакрия. Заболевание редкое, но науке известное. Причин возникновения масса, начиная от высокого давления и заканчивая внутриглазной инфекцией. То, что возможно было в нашей республике, обследование мы сделали, но ребенка надо дообследовать. То есть причину мы еще не смогли выяснить, из-за чего так происходит. Я, честно говоря, в республике не могу сказать, но такие случаи бывают часто. Это могут быть и такие не опасные причины, там есть такие заболевания, из-за чего такое происходит. Но могут быть и какие-то нехорошие причины. Может какая-то опухоль, не знаю, в головном мозге, много чего может быть, но это надо дообследовать. Но чтобы провести дополнительное обследование, понадобились и дополнительные средства. С этим у Мусеевых и возникли трудности. В семье, где пятеро детей, двое из которых страдают диабетом, что называется, лишней копейки не нашлось. Тогда мама Мадзина и решила искать помощь на стороне. Плюс мы сейчас узнаем, что еще один ребенок у них на инсулине. И сделаем все возможное, чтобы мама смогла выехать с двумя детьми в ближайшее время. Вопрос с билетами, вопрос с гостиницей и все необходимое со стороны благотворительного фонда и со стороны аппарата, по полномочиям, естественно, будет все сделано. И там уже в Москве мы будем отслеживать, делать все возможное. Все бюрократические сложности теперь отпадут, говорят Мусеевы. Уже совсем скоро Мадзина вместе с семьей отправится на обследование и дальнейшее лечение в Морозовскую больницу, где готовы принять пациента с необычным диагнозом. Тамара Хшагулькова, Магомед Белакиев, Новости 24.